Приветствую. Я очень долго не решался приступить к созданию материала о Навальном. Не решался из-за того, что, конкретно по моим ощущениям, которые у меня были до недавнего времени, подход критиков Навального неверен. Неверен он в том, что критику Навального, то ли по глупости, то ли просто по инерции, его критики начинают утверждать, что проблемы, вокруг которых он строит свою деятельность, в нашей стране отсутствуют, что на самом деле не так. У нас действительно есть некоторое количество бездарных чиновников, нечестно наживающих свои богатства. И парчик таких в его расследованиях наверняка есть. Впрочем, совершенно другой вопрос в том, что они, если там и есть, то, скорее всего, случайно. Но в целом, проблема, которую, как он думает, он решает, решать можно и нужно. И я не собираюсь спорить, что, если у какого-то чиновника есть имущество, которое он заполучил конкретно незаконным путем, с этим нужно бороться. Но, так или иначе, я считаю его деятельность бессмысленной. И, честно говоря, до недавнего времени я никогда даже не смотрел его видеоролики целиком и полностью. Только предметно слушал, что он говорит в конкретных случаях о конкретных людях. Но соглашался, что ввиду поднимаемых им вопросов, он может быть полезен обществу. Помните, в обзоре на мои рекомендации в инстаграме я даже называл его по имени-отчеству, то есть уважительно, и утверждал, что о нем будет не хейтспич, а просто ролик. Выкиньте это из головы. Недавно я все-таки посмотрел последний момент написания этого текста и его ролик, и, какими бы ни были проблемы, о которых он говорит, он настолько лжец, настолько манипулятор и настолько никчемный журналист и просто гнида, что своей личностью он эти проблемы затмевает. И совершенно понятно, что конечной целью этого персонажа является несправедливость ради справедливости. То, насколько его речи гиперполизированы, насколько они отвлекают от реальной сути проблемы и даже от просто реальности, демонстрируют, что ему на это самое реальное положение дел просто наплевать. Если он с чем-то и борется, то не с чем-то реальным, а с чем-то, что у него в голове. Я буду разбирать его последний на момент создания этого видео видеоролик, и наглядно разберу все его грязные манипулятивные приемы, а также то, где он врет. Как я думаю, помнят все мои подписчики, обычно я вставляю дисклеймер с рекомендацией посмотреть оригинальный видеоролик автора. Но в данном случае, либо манипуляцией, либо враньем является практически каждая секунда этого видеоролика, поэтому я его рассмотрю практически целиком. Так что о дисклеймере я не забыл, просто в этот раз он не нужен. Что ж, пора начинать. Не только Хабаровский край, но и всю страну уже две недели мучает один вопрос. Вот Михаил Дегтярев. Он правда такой дурак? Или притворяется? Леха прет на пролом, как танкист, и начинается с совершенно избитого приема на вроде того, когда для того, чтобы твои слова звучали весомее, фразы начинаются слов «как всем известно». Во-первых, я сейчас к вам обращаюсь, если конкретно вы его дураком не считаете, и не проводили две недели в этих мыслях, задаваясь этим вопросом, то получается уже не вся Россия. Я признаюсь, сам очень много продиктировал, посмотрел бы всяких обрезок, как у Навального, и он, мягко говоря, не вызывает у меня мысли, что он идиот. Вот есть у вас три мнения, да? Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение Хабаровчана. Вот что для вас, какое из этих мнений будет главным? А мнения всех этих трех субъектов не отличаются ни по одному вопросу. Не отличаются. Хоть любой возьмите, назовите вот пальцем в небо, я вам скажу, что они абсолютно идентичны. Леша, а почему ты не показываешь, что он дальше ответил? Какой пример он привел? Самое забавное, что в данном конкретном случае ответ Дегтярева, в общем-то, слабоват и притянут за уши. И его, если бы ты хотел показать его тупость, можно было бы показать. Только вот показав один раз продолжение того, что он говорит, придется показывать и в остальные разы, а там для тебя все уже далеко не так красиво, не правда ли? Впрочем, тут ответ Дегтярева слабоват, и в том числе потому, что Шнуров ничего толкового его так и не спросил. Посмотрите интервью полностью, если у вас есть желание. А у вас есть мороженое? Да, у тебя есть. Сейчас мороженое куплю. Тут встает вопрос, и чё? Человек совершенно спокойно по улице ходит. Вполне возможно, хочет, чтобы к нему подошли люди, не участвующие в протесте активно и способные говорить адекватно. Ходит с корреспондентного вполне себе местного издания. В чем проблема и в чем тупость? Обычно, когда я хочу посмеяться над чиновником, я показываю его видео с идиотскими высказываниями. А в случае с Дегтяревым можно показывать любое его видео. Он либо несет какую-то чушь, либо говорит о бане. Коллеги журналисты, что вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане Хабаровск? Слушайте, я не знаю, с кем вы ходите в баню, я хожу в баню с мужчинами, правда? Логично. Не буду впредь ходить в русскую баню. Исключительно с мужчинами. Он говорит, что можно показывать любое его видео, но показывает почему-то только те, где он говорит про баню. И я вполне понимаю, почему они кажутся ему смешными. Ключевое слово тут... Логично. Он отвечает про баню в контексте мемов про баню с мужиками, которые постят интеллектуальная элита оппозиции, намекающая на его сексуальную ориентацию. А не потому, что жить не может без разговоров про баню. И вообще-то говоря, если посмотреть эти видеоролики полностью, задают вопрос... Я не знаю, с кем вы ходите в баню, я хожу в баню. Если с семьей, то, соответственно, с супругой, детьми, родителями. А если в общественной бане, то, конечно, с мужчинами, правда? Логично. Единственная его ошибка в этом месте в том, что те, на кого рассчитаны подобные форсы, и те, кто их форсит, не способны задать самому себе этот вопрос, в том числе и о Лёше. И осознать, что, блядь, половая сегрегация в бане – это традиция. И действительно, мужики с бабами в бане не парятся. Так не принято. Поэтому я могу понять, почему Лёше и его слова кажутся смешными. Логика для него слишком сложная штука. А на серьёзных щах демонстрировать имбовейший троллинг в виде «А где здесь баньки» – это просто верх аутизма. И я даже не знаю, что у меня вызывает больший испанский стыд. Факт того, что он вырвал это из контекста, чтобы создать иллюзию того, что он постоянно говорит про бане. Или он действительно настолько тупой, что не понял, что это совершенно толстейший троллинг. Лёх, в конце концов, он что, только о банях говорит? Сидит до хрена репортажей с Дегтяревым. Я полностью посмотрел три по полчаса. И он в течение этих полутора часов только про бане не говорил. И, наверное, желая ты показать объективную картину, ты бы показал и другие его высказывания. Однако, я хочу совершенно ответственно сказать – он притворяется. Знаете, бывает такой типаж – тупой, но хитрый. Вот это про Дегтярева. Изображает из себя дурачка, а на самом деле гребёт деньги за то, что помогает единороссам решать их проблемы, в том числе изображая клоуна. Очередной стандартный приём лепшизы. Показать парочку никак не доказывающих свои слова отрывков чего-то и делать потом глупокомысленные выводы, разговаривая самим с собой. Пока что ты не предоставил ни одного кадра, демонстрирующего, что он изображает клоуна. Да и вообще, если он правда думает, что их проблемы можно решить, изображая себя клоуна, он считает за идиотов своих же зрителей и сам же дезавуирует всю свою риторику против власти. Сразу перехожу к делу, из чего складывается публичный имидж губернатора Кабаровского края Дегтярева. Прислуга Жириновского, в ещё большей степени прислуга Кремля, говорит всякие смешные глупости и у него ничего особенно нет, небогатый. Лёха совершенно наглядно демонстрирует, что такое ментальность раба. В любом коллективе есть глава, начальник, а есть его подчинённые. По-другому ещё не придумали, точнее придумали, но партия называется либерально-демократическая, а не анархистская партия России. Да и существуй подобная партия, без главы она бы тоже не обошлась. Глава может быть только один, если ты главой не являешься, это не значит, что ты прислуга. Или что, Лёш, все твои хомяки это тоже прислуга? Прислуга Кремля, то же самое. Говорит глупости? Смешно это слушать из уст Лёхи, но где пруфы? Ты считаешь, что доказал это, показав несколько обрезок, где он троллит пробаню? Или это чисто философская констатация факта, мол, глупости говорит? Ну так, во-первых, всё равно продемонстрируй, а во-вторых, а что, есть хотя бы один человек компетентный во всех вопросах? Впрочем, конечно же, он не это имел в виду. И самое главное, я искал, но что-то нигде не нашёл, чтобы сам Дегтярёв утверждал, что он не богат. Имидж вроде как строится в первую очередь из того, что говорит сам человек, а не то, что о нём говорят. А по итогу Лёха в этом моменте просто-напросто разговаривает сам с собой. В декларации только депутатская зарплата и копеечный доход жены. Сложим все его доходы за времена депутатства и не увидим ничего выдающегося. Родители у него тоже простые. Оба до последнего времени работали врачами в Самаре. Реально работали, мы проверили. Он говорит, что до последнего времени, ну уже через несколько минут он свои слова опровергнет. И вообще, всё это дело, это лишь информация по актуальным данным, которые он смог заполучить. Никакого доступа к их истории работы он не имеет. Так что это банальное лингвистическое враньё. Сам Дегтярёв, отвечая на подобные предъявы, заявил, что они много работали за границей. Свечку за правдивость подобных данных не держал. Но на изображениях, которые нам Лёша демонстрирует, никаких данных о том, как долго они работают и где они работали до этого нет. Соответственно, нет и опровержения. В общем, Мишка, простой парень, самарский, близок народу, понимает проблемы простых людей. А теперь смотрим настоящего Михаила Дегтярёва. Он вместе с Жириновским занимается тем, что за деньги работает подобием оппозиции. А вот и подъехал контент для дебилов. По поводу подобия оппозиции ничего говорить не буду, так как это чисто оценочное высказывание, которое основывается неизвестно на чём. В том плане, что я не могу знать, что заставляет Лёху так говорить. А в экстрасенсы я играть не собираюсь. А вот по поводу за деньги, а прости, за что они должны работать? За картошку? За капусту? Понятно, к чему он ведёт, что, мол, за государственные деньги они строят из себя оппозицию. Да, Лёха, за государственные деньги. Как и любые члены аппарата официально зарегистрированной партии, которая набирает достаточно голосов, чтобы избираться в парламент. Как и КПРФ, как и Справедливая Россия, как и Яблоко. Если у граждан есть запрос на альтернативные партии, то у государства есть нужна, чтобы эти партии этот запрос отрабатывали. И чтобы они отрабатывали конкретно запрос этого электората, а не какого-то богатого дядя, государство и должно их финансировать. И финансируют по-другому физически быть не может. Кто ещё, кроме государства, может платить политикам? 2013 год. Выборы мэра Москвы. Дегтярёв участвует, несёт свою смешную чушь. Русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку. Собянина и Путина не критикуют, а наоборот хвалят. Если кого-то критикуют, то только меня в основном. Чушь, говоришь, несёт. А давайте посмотрим полную версию того, что он сказал. Вы посмотрите, это истинно народная политика. И я, как будущий мэр Москвы, тоже гарантирую, что с москвичами каждую неделю в общее отделение, Усачёвский или это будут бани, Селезнёвский или Сандуновский, буду ходить. Это классика, эта русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку. Поэтому я единственный кандидат, если вы заметили, который пришёл пообщаться с москвичами. То есть ты, Лёха, считаешь, что общаться с простым народом – это чушь? Нехорошо, Лёша, нехорошо. И свободу слова, что, простите, выключили, он обязан тебя поддерживать? Ну это так, лирика. В каком месте, Алексей, он тебя критиковал? Уточни. Ты думал, я не заебусь и не посмотрю, к чему ты отсылаешься? Для начала вот вам вступление, в котором Дегтярёв описывает кандидатов. Главное на выборах – это всё-таки вопрос доверия. Посмотрите, с кем я конкурирую. Это три сбитых лётчика, это человек с приговором суда, это действующий мэр. Поэтому для здравомыслящего москвича выбор очевиден. Те, кто сытые, богатые, довольные жизнью, пожалуйста, голосуйте за действующую власть. Те, кто хотят перемен, считают, что Москве нужен молодой современный мэр, то выбор за Дегтярёва. Поэтому восьмого за Дегтярёва. Нихуя себе он сейчас Собянину подсосал, да, Лёш? А как он много тебе времени посвятил? Это, конечно, всё оценочное осуждение, но мне показалось, что он рекламирует как раз-таки вполне себе себя. Но это всё лирика. Давайте глянем тот момент, который дорогой Алексей демонстрирует нам на фоне своих слов, что Дегтярёв критикует в основном его. Обратите внимание на время. 14.19. Вот я сейчас и покажу вам всю эту минуту, для того, чтобы вы были уверены, что ничего не потерялось. Поднимал, и не раз, и считаю это несправедливо. Мы готовы поднимать её, и будучи избранным мэром Москвы. А для студентов в Москве будут созданы все условия, чтобы заниматься активным спортом, чтобы заниматься творчеством, чтобы отдыхать, знакомиться и создавать семьи. Вот так. Давайте. А, Миша, у нас есть ещё вопрос от Юли Таратуты. Давайте, Юля, если есть что спросить, вам слово. Да, это мой личный вопрос. Я хочу вернуться к вашему политическому прошлому, буквально к началу пути. Насколько я помню, ваша политическая жизнь началась в движении, идущей вместе. Мой вопрос звучит так. Насколько это повлияло на вас, как на политика, и теперь на кандидата в мэром Москвы? И всё, прошла 19-я минута, где он этого Лёху критиковал. Давай такой типаж, тупой, но хитрый. И получает в итоге свои 2,5%. С математикой у Алексея всё просто прекрасно. Нормально так округляет. И я бы понял, если бы голосование проходило в каком-нибудь Верхнезалупинске. Только это Москва, эти полпроцента, это на минуточку 60 тысяч человек. Наверное, потому, что он был на тот момент никому неизвестен. И у него не было такого медийного пространства, как у тебя, которое появилось после что характерно суда. И конкурировал он, кроме тебя, с такими мощными ребятами, как Собянин и Мельников. Про Мельникова, если что, сами почитайте, вполне себе респектабельный мужик. А ровно через месяц у нашего небогатого Дегтярёва в карманах появляется звонкая монета. Его папа, простой гинеколог из Самары, 9 октября 2013 года, купил участок 16 соток в 2 километрах от МКАДа. И начинает активно строиться. По документам дом небольшой, 266 метров. Врач из Самары... Звонкая монета появилась. Но насколько звонкая и сколько стоит участок, Лёша почему-то не говорит. И это неудивительно. Даже на сегодняшний день участок в этом районе можно купить 15 соток за 10 мультов. И конкретно в этой деревне можно купить 10 соток за 9 мультов. Казалось бы, много. Только вот это на сегодняшний день уже после двухкратного обрушения рубля. Уже со всеми коммуникациями асфальтом до участка. Уже с конкуренцией в плане покупателей на участок. Потому что за 7 лет там уже всё отстроилось. И это не глушь, как была. Там спрос уже по умолчанию более высокий, чем был. В сумме всего выше перечисленного можно вполне уверенно сказать, что сумма депутата и двух врачей вполне себе подъёмная. И вопрос по стоимости участка действительно дискуссионный. Сколько он стоит, мы уже не узнаем. Зато можно по той же выписке, что он показывает сам в видеоролике, увидеть кадастровую стоимость этого дома на 25.02.2015, когда рублик уже был 63, то есть, в общем-то, не сильно далеко от нынешних 73 рублей. И это 8 миллионов 360 тысяч 965 рублей. За конкретно основную жилую часть дома, но об этом позже. Так или иначе, это вполне себе подъёмная цена для депутата, работящей жены и двух врачей. И это конкретно кадастровая оценка, которая всегда завышается, чтобы снимать налог послаще. То есть реальная цена может быть и 7, и даже 6 миллионов рублей. Сейчас потерпите минуту, пусть Лёша расскажет, что он видит, а я перебью его в процессе буквально пару раз, а потом расскажу, что вижу я. Себе даже и такой не может позволить. Но когда мы поехали посмотреть, что там они построили, то убедились, что вот постройка выглядит дороговато. Не только для врача, но даже для депутата. Мы подлетаем к дому, записанному на отца Дегтярёва. Видим вполне приятный ухоженный участок. Слева теплица, посредине главный дом. Возле забора батут. Убедите, Дегтярёва у него их четверо. Летим чуть дальше и видим небольшой... Так, а вот сейчас я что-то не понял. Это батут. Для детей Дегтярёва у него их четверо. А где же он к пророску Асмас? Большой искусный пруд, как приятно в него окунуться после баньки. Здание, где стоит надувной бассейн, это на самом деле часть главного дома. Летим ещё дальше и видим спутниковые тарелки и четыре трубы. Нет сомнений, именно здесь происходит политическое волшебство ЛДПР. Это баня. С другой стороны здания находится парковка. К неё очень удобно заезжать на семейном Мерседесе. Весь участок занимает площадь 1600 квадратных метров. Но самое интересное, тут другое. По документам, размер этого огромного здания с парковкой и баней, и бог знает чем ещё, всего 266 квадратных метров. Ну мы же видим, что реальная площадь в районе тысячи. Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учёт это здание с занижением площади в четыре раза. И теперь очень хорошо экономит на налогах. Это можно было бы сказать, если бы у него были хоть какие-то доказательства, что в 2015 году эта дача была уже в таком виде, в каком она есть на данный момент. Никаких подобных доказательств у него, естественно, нет. Строительство загородной резиденции, которое останется на память об очень выгодном участии в Мерских выборах, мы оцениваем как минимум 70 миллионов рублей. Кто мы-то? Ково ты обращаешься? Я один здесь наш! Теперь Лёша ещё и стал квалифицированным архитектором-оценщиком. Расскажи, кто эти мы? И каким образом мне оценить их компетенцию в подобном вопросе? 70 миллионов. 100 рыночное. Прекрасно. Теперь давайте посмотрим ещё раз, только без пиздежа Лёхи. Вот центральное здание, кадастровая стоимость которого на 2015 год составляла 8,5 миллионов рублей, что видно по его же документам. Даже округлим до 10 миллионов, чтобы отразить нынешнее состояние рубля. Да знаете что? Даже до 11, чтобы учесть разработку документации. Всё-таки мы говорим о реальных тратах семьи Дегтярёва, не могли же они не обращаться к архитектору, чья работа штука довольно дорогая. 11 миллионов за вот это вот основное здание. Чисто визуально мы можем увидеть в сумме 6 логически отделяемых объектов. И давайте зайдём с абсурдной стороны. Пусть все они будут стоить по 11 миллионов. 11 умножить на 6? 66 миллионов. Где ещё 4 миллиона? Лёха. Наверное, миллион рублей стоит вот эта малюсенькая теплица из пластиком. Ещё миллион? Пут в 4 квадратных метра. Ну и конечно же, ещё 2 миллиона это батут от Роскосмоса. И это я подошёл с заведомо абсурдной точки зрения. А теперь давайте на полном серьёзе подумаем. Вот эта вот штука, называемая центральным зданием, 11 миллионов. Скорее всего, архитектурный проект включал всё остальное. И дальше идёт уже чистое строительство. Вот этот вот гараж стоит 11 миллионов? Нет, это обычная каменная коробка, в которой кроме электрических ворот ничего нет. Внутри неё пустота, которая, блин, необходима из-за устройства мироздания, чтобы поместить в гараж машину. Он не стоит и миллиона. Далее идёт баня, если это действительно она. Вы вообще смотрели цены сегодняшние на постройку бани? Самые модные проекты, которые я смог найти, их предел 1 миллион 200. Давайте предположим, что конкретно это из кирпича, и там всё сделано дорого-богато, и будем считать, что она стоит ляма 3. Далее, вот этот гостевой домик. Одноэтажный, примерно такой же по площади, как первый этаж основного дома. И сколько он, по-вашему, должен стоить? Предположим, половину от первого дома. Хотя, по факту, он стоит намного дешевле, но пусть будет 5,5 миллионов. И что остаётся? Летняя кухня? Малюсенький домик, который, наверное, будет чрезвычайно горд, если я оцени его в 2 миллиона? Что у нас получается? 11 миллионов плюс 5,5, плюс 1, плюс 3, плюс 2. 22,5 миллиона. Лёш, а где ещё 48? И опять же, я высчитал всё это, сравнивая с основным домом, исходя из абсурдной мысли, что цена его постройки выше, чем кадастровая стоимость. А она-то, на самом деле, даже ниже, и я уверен, что в реальности она не превышает миллионов 20. И я думаю, сейчас, когда вы достаточно долго на всё это смотрели, вы со мной согласитесь. А если говорить про рыночную стоимость в 100 миллионов, нахрена Лёха вообще, в принципе, при ней что-то высирает? Рыночная стоимость это то, за сколько готовый продукт готовы купить на рынке. Если ты построил в каком-то посёлке дом за миллион, а потом вдруг в этот посёлок начали наезжать бизнесмены, рассчитывая устроить в нём дачи, и когда они там расселились, твой домик стали готовы купить за 10 миллионов, это никак не отражает, за сколько ты его построил. А вопрос-то как раз именно в этом, сопадают ли его расходы и его доходы. Это тут совершенно не всралось. А рыночная стоимость такого дома вот в этом посёлке составляет 100 миллионов рублей. Бывает такой типаж, тупой, но хитрый. Мы специально проверили, и отец Дегтярёва, и мать Дегтярёва во время покупки и строительства дома продолжают работать в Самарской больнице. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Дегтярёв Владимир Иванович здесь вас принимает? В Москве. Живут уже. Давно он? Насколько давно? Более? Да. Вот тут я, если честно, впал в полнейший ступор. Он утверждает, что всё время, что строится дом, они оба работали в Самарской больнице, и спустя секунду показывает, что Дегтярёв старший оттуда, сука, 3-4 года назад уволился. Просто чего, блядь? Я понимаю иллюзию, чего он пытается создать, что вот вся эта дача была поставлена в 15-м году, а катастрофный документ, наверное, Дегтярёв сам себе написал и кому надо передал. Нет, этим занимается Росреестр, приходит катастрофик и снимает твоё готовое здание. Вы думаете, что он пришёл, его попросили в 15-м году снять только основной дом, он согласился и ушёл? Зачем ему это? За подобное сейчас можно словить вполне реальный срок. При том, что проверить подобные махинации можно вот так вот просто, просто придя и посмотрев. Так что взятка в таком случае должна быть просто не маленького размера, только вот альтернативная стоимость этой взятки просто платить этот налог, и это выгоднее. На катастрофный учёт нужно ставить только готовое к эксплуатации здание, и, по заявлению Дегтярёва, внутри в пристройках ещё не всё готово, а потом-то они нормально поставят. И это заявление действительно можно было бы поставить под сомнение, только вот почему-то Лёша постеснялся подлететь на своём коптере немножечко ближе, чтобы показать убранство внутри, что косвенно его честность подтверждает. Тем не менее, у них откуда-то появляются свободные 70 миллионов рублей, чтобы построиться в ближайшем Подмосковье. Я не понимаю, Лёша чё, сирота? Это называется семья. Нет никаких ограничений в придаче денег своей семье. И повторюсь, у него нет ни доказательств наличия 70 миллионов, ни доказательств того, что всё это было построено в 2015 году. В классической книжке было «Утром деньги, вечером стулья», а у Дегтярёва «Участие в выборах, потом деньги». Изображал оппозицию, но хвалил власти «Молодец, сынок, пройди в кассу и получи свои 70 миллионов». Сергею Собянину ничего не жаль для своего друга. Он повторяет то, что уже сказал в начале видео. Лишь один вопрос, а не зашкварно ли ему подставлять в подтверждение своих слов криво сфотошопальную картинку? Шутки шутками, но нигде и никогда они вместе не фотографировались и, посмотрите те интервью «Дождю», власть он критиковал. Только в отличие от него, критиковал прагматично и был открыт к дискуссии. В общем, вёл себя так, как должно вести себя состоявшемуся политику, а не строил из себя воина-самурая, пришедшего очистить эту землю от скверны. Нам присылают врачей, Миндраб и Собянин, надо их брать, присылают оборудование и средства, а потому что я его попросил, это мой друг. Во-первых, это обычный ответ, чтобы от тебя отстали. Во-вторых, почему бы у него что-то у Собянина не попросить, и если он согласился, почему бы не назвать его другом, просто из уважения. В конце концов, Лёша, какие же они друзья, если у них даже ни одной совместной фоточки в бане нет. И мы отлично знаем, как друг Сергей Собянин организовывает выборы в Москве. Тут всем просто носят деньги чемоданами за то, что они изображают конструктивную оппозицию. Совсем недавно, между прочим, один из руководителей партии «Коммунисты России» вот прямо на видео рассказал, что руководство партии получило 120 миллионов рублей за то, что выставляло своих кандидатов в спойлеров на последних выборах в Госгурдуму. Опять та же самая история. Вау, политикам выделяют деньги государство. Так, как и должно делать, собственно говоря. Откуда, кроме как от государства, политик должен деньги получать? Именно поэтому они получают деньги либо от государства, либо через свои фонды пожертвований, чтобы не быть кому-то чего-то должными. Но это полдела. Из чьего, простите, карманы должны оплачиваться труд сборщиков, подписи наблюдателей на штабах, агитаторов и тех, кто делает контент в интернет. Приведу только один пример. Прошлогодние выборы в Московскую городскую думу. Из 32 кандидатов 26 были, что называется, от Собянина. А на счета партии через третьих лиц администрация города загнала около 120 миллионов рублей. Кроме его слов, доказательств, конечно же, не будет. Так и объяснений, зачем это делать через третьи лица, если это абсолютно законная деятельность. Если какие-то убогие коммунисты России, задачу которых отъесть 2% у КПРФ, получают так много, вы можете представить, сколько платят Жириновскому и Дегтяреву? Денед не бывает честных, все деньги воровские. Так я не могу и не хочу представлять, ты мне расскажи сколько. Есть такое предположение, что совершенно такие же 120 миллионов. Итак, Михаил Владимирович заработал, построился, и деньги закончились. А хочется, хочется больше недвижимости. Что же делать? Так впереди же новые выборы. В 2018 году снова выбирают мэра Москвы, и наш Дегтярев снова изображает оппозицию, и по-прежнему хвалит и Собянина, и Путина, и получает за благовременную выплату аванс. Опять же, мне уже самому к этому моменту приходится повторяться, что он повторяется. Никаких фактов, что он его критикует. Голый пиздеж. Если хотите, можете пинать меня, но я отсмотрел полтора часа его интервью Дождю от 13-го. А время у меня не бесконечно, и ловить его на пиздежи еще раз я не собираюсь. Тем более, что в данном случае достаточно и одного раза. Специальным распоряжением департамента городского имущества Москвы ему по какой-то символической цене город продает квартиру. Отличную квартиру, почти 100 квадратов на академической. Такая стоит 25 миллионов рублей. Квартиру эту, скромный Дегтярев, моментально оформляет на маму. Это делается в самом срочном порядке, чтобы получение и исчезновение недвижимости не отразилось в декларации. Так и произошло. И чиновник Дегтярев может теперь смотреть на всех с самыми честными глазами и говорить, а чё, у меня ничего нет, я живу в служебной квартире. Во-первых, да, действительно мог бы, только вот у Люши нет ни одного примера, где бы он так делал. Во-вторых, выдача квартиры видным членам партии – это нормальная практика. А простите, это второй человек в партии. По крайней мере, так утверждал Шнуров в интервью, а раз ты его демонстрируешь, значит считаешь его слова легитимными. Сама квартира далеко не хорома. Загуглите любой план 100-метровой квартиры и дом далеко не напротив Кремля. Он недалеко от МГУ и сам по себе дом, ну, в общем-то, самый обычный дом. Все эти 25 миллионов, по сути, только из-за такого вот соседства. Построено оно государственным предприятием, и оно может его отдавать по себе стоимости. Единственное, к чему можно было бы придраться, так это конкретно к законности получения им этой квартиры. Но Лёха об этом даже речи не ведёт. А я в этом слишком плохо разбираюсь, чтобы вещать об этом вот так вот просто, а не реакционно. ...тысячу метров на папе. Новая квартира записана на маму. Но себе разве что купил новый Мерседес-Бенц JLS 350 за 6 миллионов рублей. И это выглядит странным только в его мире, где дача Дегтярёва стоит 70 миллионов. Поэтому, дорогие хабаровчане и все остальные, когда этот торговец с политическим участием за деньги рассказывает вам про проплаченных участников митингов, иногородних и иностранцев, приехавших за деньги. Сюда слетелись в Хабаровск граждане, в том числе иностранных государств. Сейчас занимаются правоохранители и органы госбезопасности. Вот, всей сетью этих товарищей. У меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто как всё это дело организует. Там очень много иногородних, и есть несколько иностранных граждан. Ты его слова продемонстрировав, никак их не опровергаешь. А что, ты правда считаешь, что нормально, что они там присутствуют? Протест вроде как хабаровский. Тем более, что про иностранных граждан он говорит лишь то, что их несколько, а не то, что их там дохрена. Вы его сразу, пожалуйста, просто затыкайте. Если и есть сейчас в Хабаровске иногородний жулик, который приехал за деньги, это новый губернатор Дегтярёв. И за деньги он не рассказывает что-то, а выполняет свою работу, как и делают это большинство людей. Они живут на донаты, как ты. Вот сейчас арестовали на 8 суток водителя фургала-мобиля. За что? Что он сделал плохого? Он, в отличие от Дегтярёва, взяток не получал. В проплаченных выборах не участвовал. В незаконном обогащении замечен не был. Молодой человек, вы убили 100 человек. Как вы можете себя оправдать? Дамочка. Я вообще-то всю жизнь налоги платил. Бывает такой типаж. Тупой, но хитрый. А Дегтярёв замечен, но он сидит в кабинете под портретом пуха. Ох, классика. Доказательство слов фотошопом. И обычных нормальных людей обвиняют в том, что их митинги незаконные, несанкционированные, несогласованные. На несанкционированную массовую акцию. Это просто абсурд. А они что, законно, согласованные и санкционированные? Всё это не даёт никакой оценки хорошо или плохо. Но они, блядь, несанкционированные и это ёбаный факт. А почему его так резко обрывают? И непонятно, что он говорит перед этим. Разъясню. Он сказал это, отвечая на вопрос, почему вы народный митинг не хотите возглавлять. На что он отвечает, что он должностное лицо. И возглавить несанкционированные митинги не имею права. Последние опросы показывают, что большинство граждан России поддерживают хабаровские протесты. Это очень важно. Что действительно важно, так это причина, почему ты демонстрируешь только название статьи без её содержания. А причина-то довольно проста. Вот её текст. 45% отнеслись положительно. Хуже, так или иначе, не большинство, не правда ли? Но в данном случае, ради интереса, давайте копнём глубже и посмотрим на оригинал опроса с Левада Центра. И посмотрим на него. Я что-то не вижу тут варианта ответа положительно. Всё, что я вижу, это вариант скорее положительно. И эти 45% идут, кстати, от тех 86%, которые в курсе, то есть не от общего числа россиян, которых опросили. В это скорее положительно включены ещё и те, кто и просто положительно, и полностью положительно. Простите, скорее поддерживаю. Это вполне может значить, что ты поддерживаешь тех людей, которые за зод над фургалом в Хабаровске и за открытый суд. А вовсе не за все остальные дебильные лозунги. И уж точно, Лёха, не за тебя. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и все остальные, знайте, что за вас вся страна. Не сдавайтесь. Путин и Единая Россия ждут, пока вы уйдёте с улиц. Ваши требования совершенно законны. А то, что творит Кремль, это беспредел и унижение целого ряда. Оценочное суждение, не несущее в себе ничего. Насколько закон о требовании Путина в отставку или призыв не платить налоги в Москву. А дальше он начинает прощаться, начну прощаться и я. Что можно сказать как итог? 80% вранья. Ни одного неманипулятивного высказывания. Разговоров про бани больше, чем у самого Дегтярёва. Постоянные разговоры с самим собой, по самим же собой выдуманным тезисом. Постоянное и совершенно наглое выдёргивание говоримого из контекста. Много фотошопчика и монтажа. Видеоряд, который не подтверждает произносимое Лёшей. Я даже не думал, что будет настолько просто и при этом сочно. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Подписывайтесь на твиттер, ссылка в описании. Распространяйте это видео среди знакомых Либерах, чтобы бомбило. И среди знакомых Патриотов, чтобы набили мне просмотров. Бабушке и дедушке тоже обязательно покажите. Да и вообще всей семье. Сегодня, мне кажется, я это заслужил. Потому что, если я его за это видео не выебал, то что по-вашему вообще означает выебал? В общем, всем пока. Счастья, здоровья. Целую. Можно продолжить этот же вопрос, но уже чуть серьёзнее. Вас обвиняют, ну и в прессе про это пишут. И это видно по вашим выступлениям, что ваша компания во многом нацелена против конкретного кандидата. Серьёзно? Да, я имею ввиду Алексея Навального. Хочется понять, насколько это для вас действительно важный приоритет в ходе вашей предвыборной кампании. Кто такой гражданин не знал до 15 июня, когда меня выдвинули в мэр? Я вам серьёзно говорю. Этих блогеров, как собак нерезанных в интернете. А по поводу него, да, я написал даже несколько писем. Я считаю крайним лицемерием, даже в Кубе, если ты берёшь на себя ответственность всех критиковать. В Кубе вы имеете ввиду агитационный? Я имею ввиду лицемерие Навального, как человека, который, говоря о коррупции других, сам многое утаивает от своих избирателей. Это крайне некрасиво. Как некрасиво и то, что действующий мэр отказывается с нами дебатировать, использовать служебное, в том числе, положение в избирательной кампании. Это всё крайне неприятно. Они оба сбежали с дебатов и Собянин, и Навальный, и так далее. Я критикую всех. Но хотелось бы, чтобы люди поняли, что выборы – это вопрос доверия, в первую очередь. Я уже сказал, те, кто не доверяет власти, остаётся три сбитых лётчика, для которых эти выборы последние в жизни. Один человек с приговором, который, к тому же, ещё и лжёт, как мы видим на примере фирмы в Черногории, и Дегтярёв. Единственный, который не стыдится своей биографии, говорит с людьми, отвечает на все вопросы и готов стать мэром. Мэром может быть только два человека – действующий и Дегтярёв. Других вариантов у москвичей нет.